Добрый вечер, друзья! Я продолжаю стрим. Привет всем, кто вернулся, да и кто не расходился. Ну и привет тем, кто будет всё это смотреть в записи. Так, ну что ж, наш котик сейчас находится в Рифтоне. Давайте я сейф загружу. И где он там был у нас? Вот. Больше, более и больше котиков скандирует трубочист. Конечно, обязательно котейка вам устроит такую боль, что вы будете фейс-палмить, ставить всякие разные смайлы, не отмевающие. Будет очень жарко. Привет, Коу-корова. Ещё раз. И она вздрогнула что? Вроде бы ничего такого не было, от чего стоит сдрагивать. Ну да ладно, давайте отправимся к гильзии воров, где она там не ходилась бы, я уже что-то не помню. Ага, назад нам нужно. Точно, мы сейчас стояли как раз спиной к ней. Ну и нам нужно там пару квестов сдать, пару квестов взять, разобраться, в общем, со всякими делами. Здесь вот в такой непримечательной могиле есть кнопочка по нажатию, на которой дверка-две открывается. Привет, когда о дом спрашивает Блоджест. На дом в ближайшее время. Ну, как только, так сразу. Сун. Квест от жрицы Мара взял. Да, я взял квест. Этот квест заключается в том, что нужно разобраться в любовных проблемах. Наш котик же, он известный специалист по любовным проблемам. Он же знает, как полюбить себя кого-нибудь. Уже все любите котиков. Правильно. Даешь ночным марафон? Не знаю, не знаю. Ничего не могу обещать. Вообще, планировал пару часов постремиться. А там посмотрим. Ну, знаете, как бывает, например. Играешь какой-нибудь XCOM, думаешь, ну все, пора заканчивать еще одну миссию и все. Эх, я бы к этим стрелам бы пробрался. Как к ним добраться-то, а? Почему в этой игре нет левитации? Вот было замечательное заклинание, которое было в варенье. В Даггерфоле, в Муровиндзе. А потом взяли и выпилили. Смотрите, как он старается. Давай старайся сильнее. Какие у тебя стрелы там? Стальные. Ну и как. Молодец. Возьми квест Органянки в порту. Да, Лиса, возьму обязательно. Просто внезапно начал. А, ну, я всегда такой внезапный. Так. Я не могу остановиться. Ха-ха, прекрати. Ну ладно, он стреляет пока вверх. Может подойти, получить стрелу в лоб. Хе-хе. Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Да, очень кстати для Мавен. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавен сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Конечно, важно. Опять тот же самый символ, что был в златоцвете. Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить. Поссорить Мавен с гильдией. И что же нам делать? Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Ага, договорились. Сейчас потороплюсь. Я его никогда таким злым не видел. Ултар говорит, а я смотрю в 480. Да, не забывайте, что разрешение теперь переключается. И некоторые смотрят в 480 и не знают об этом. Думают, а что такое квадратное эмульционное экране? Квадратное эмульцо, это круто. Кстати, куда я забежал? А, вот нам сюда. В общем, нам нужно поговорить с Мерсером. И давайте отметим это задание. Книга любви. Поговорить с Фастерит. В храме Мара меня попросили помочь влюбленным парам с Карима. О как. Да, этот квест мы тоже отметим. Нам тоже его нужно выполнить. Потому что вот этот квест, он один из самых имбовых. За него резисты дают. Это просто супер. Знаете, мне чем-то напоминает один из квестов в Диабле 2. Где под конец в пятом акте там давали свитк на резисты. Вот это тоже был очень приятный квест. Привет, Дани... Данилер? Тоже с 480 смотрю. И норм. Ничего мучительного. Ну, сказать честно, да. Я просто такой человек, которому хочется, чтобы изображение было получше, картинка покруче. Я вот, например, замечаю некоторые проблемы с плавностью картинки. Что картинка, она не настолько плавная, как я бы хотел. Что такое? Ну, вариантов много. Один из них, например, 60 FPS. Пустите, например, 10 мегабит. Чтобы вы вообще там просто кровавыми слезами захлебнулись. Но это уже... Да. Ну, или можно снизить разрешение. И пустить больше FPS. Имеется в виду в инкозинге, то есть в потоке клан. Но никто не смог опознать этот символ. Но, с другой стороны, если, например, об этом не говорить, то ты не замечаешь. Вот смотришь, например, на чужие стримы. И не замечаешь, пока сам не начинаешь разбираться со всякой такой ерундой, со своим стримом. Что у других-то такая же ботва на каждом втором. Хей, товарищ любитель Рогалик, выгорит лиц. После очередного эпичного слива персонажа в Адоме решила скачать супчик. Но вот незадача не запускается. Запуск останавливается на подгрузке ТБ. За что делать? Понятия не имею. У меня бывало такое, что он изредка вылетал при старте, а больше никаких проблем таких не видел. Попробуй посмотреть лог и спросить на форуме официальном. Ну, если это, конечно, для тебя не проблема. Так. Квест Органянки в Двимерских руинах. Там вагон лута. Перед тем, как идти, возьми с собой Лидию и оставь ее у входа. Нет, Лидию убрать, это, конечно, тема. Ну, ладно. Поговорим с Мерстным Фрейм сначала, а потом с Органянкой и другими женщинами разберемся. Вы знаете, что тот же самый символ обнаружился на медоварне Хонинга. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас мавен черный вереск. Очень умно. А то, ты восхищен, я смотрю, прям. У них много средств, и им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Да безусловно. Как же можно их проучить? Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. Что связались с нами? Найденной тобой Купчи упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай. Скользкий ублюдок. Ага, с чего же мне начать? Внимай, наш агент восточно-имперской компании Солитьюди. Готов поспорить? Он был посредником при продаже поместья Златоцвет. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Ясно. Так, ну что, нам нужно говорить с одним скользким типом, органянином, я так понял. Гулумаем, который был когда-то осведомителем или еще кем-то. Но потом мы прострелили колено. Вы слышали, да, эту историю? Оп-оп-оп, стальная стрела. Эти стальные стрелы, они просто замечательные, обворожительные. Насчет различных технических проблем. Тут начали вопросы в чате по каменному супу, еще чему-то появляться. Вы знаете, я с техническими проблемами вряд ли вам помогу разобраться. Сам, если какие-то проблемы возникают, и то с трудом разбираюсь. Думаешь, с ним могут быть проблемы? Он бы у нищего вытянул последний септик, но он не стратег. Так что, проблемы-то с ним будут? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Ты айщер уже потенка. Ага. Тогда как его разговорить? Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот голумай просто зарвался, и можно будет на него надавить. Угу, ясно. Если он нас предал, он станет нашим должником. Да, это верно. И учитывая, что он лазает в карман Восточной Имперской Компании, мы этим воспользуемся. Ммм, пахнет баблом. Всякий случай, еще раз скажу, он нам нужен живым. Да заметано, вообще без вопросов. Просто сиди у него на хвосте, и он точно вступит во что-нибудь, чего так просто с подошвы не ототрет. Ха-ха. Итак, Восточная Имперская Компания, а это кто такие вообще? Это группа купцов, которая основала порты по всему Тамриэлю. Они фактически монополизировали торговые перевозки. Говорят, их прикрывает сам Император, а это значит, что у них почти неограниченные ресурсы. Так что, не тереби Империя. Ёлазно опасные типы, да? Думаешь, Гулумая стоит остерегаться? Есть воры, а есть Гулумай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухо востро, он очень хитрый. Если Гулумай запоет, что ж тогда делать дальше? Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру. Это чрезвычайно важно. Ну, хорошо. Если узнаешь, что Гулумай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит, это тоже будет очень полезно знать. Ладно, договорились. Удачи в Салитюде. Не убивай Гулумая, но напом. Но напом. Напом, напом, напом. В Рифтон и в Буйную Флягу. Давайте немножко Буйную Флягу заглянем. Там они бухают во всем. Буйные. Такие всем. С флягами. Так, с Гулумаем. Нужно дофига скрытности. Рана тебе еще? Говорит Лис. Да, я помню этот квест. Там нужно за ним в порт будет пробираться. И пока что придержим, так сказать, котят. Ни разу ни одной проблемы не возникло с Супом. Какие могут быть проблемы? Говорит Командант. Ну, у кого как. Понимаешь, люди вот возникают. Ты любишь Нутол? Не знаю, что такое. А если в природе первое, второе действие похотливой девы. Просто первый том начинается с четвертого действия. А первый и второе существуют. Не знаю, не в курсе. Но я думаю, можно найти где-нибудь на какой-нибудь Вике. Тебя что-то беспокоит? Я слушаю. Так я дело с цифрами обстряпал. Знаешь, если так дальше пойдет, я начну тебя уважать. Отличная работа. Поучить краса. А почему он может поучиться? И люди перестанут тебя замечать. Да, если возьми записку у Делвина на столе. Сейчас посмотрим, вернусь. У нас, кстати, золото. На, наверное, штук... Они же будут дрожать. Да, дорого обучение идет очень. Я думаю, ну его нафиг. Не хочешь купить этот графин с медом Хонинга? Так, так. Какая же красота, а? Просто прелесть. Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Думаю, эта цена тебя полностью устроит. Хорошо. А, говорят, ты даешь небольшие задания. Я занимаюсь рыбалкой, цифрами и чёсом. Хорошо. Не то нажал. Да, вот хочу за дельца взяться. Что будешь делать? Хочу задания с цифрами, они мне понравились вообще. Большинство заведений тебе нужно... Займешься чистописанием? Да, конечно, в деле, в деле. Если будешь так работать, скоро сможешь уйти на покой. Удачи. Ага, вот и ты. Да, вот и я. Виндхельм нам нужно. Ну, виндхельм мы как-нибудь заглянем, но не сейчас. Ну что, получилось или как? Предлагай. Как это отказаться от той подставы? Пуще взламывается. О, этот необычный камень чего-то стоит. Да, тут нужно, значит, камешка того странного с магическими свойствами обратиться. Давно я таких не видела. Знаешь, что это такое? Камень Барензии. А я и не прочитал название, ты представляете? Так ты лучше скажи, он ценный или не очень. В таком виде это просто безделушка. Да ладно. Какой-то вор выломал этот камень из церемониальной короны Барензии. Но следов уже не найти. Сколько их всего? Кажется, всего их 24. 24. Но гильдии их держат в качестве безделушек. Хотя, представляете, надо по всему Скайриму слоняться. Трубочистный предлагает начать чаще встречаться с вампирами. Но встречаться с вампирами, конечно, заманчиво. Но что-то не очень тянет. То есть, ты его что, не купишь, что ли? Я покупаю только то, что могу быстро и прибыльно сбыть. А эти камни никому не нужны, если только не будет полного набора. Значит, они вообще не нужны. Если найдешь все остальные, мы сможем договориться. Записку сейчас возьмем, да, не переживайте. Все будет. Хорошо. Объясни, пожалуйста, мне, ну, почему ее никто не показывает. А, ничего не показывает. Вот эту ошибку 10-10. Ну, объяснить человеку, в конце концов, собери силы 24. Азибух обязательно соберем. Но не знаю, когда. Говорит, записка на столе лежала. Здесь или где? Руна, я испробовала все доступные мне средства, но по-прежнему не могу найти и следа твоих родителей. Кем бы они ни были, они каким-то образом бесследно исчезли из истории. А это непростое дело, высчитывая количество моих источников. Если я смогу что-то узнать, я свяжусь с тобой. И про эту записку речь шла. У Делана, назад. Ну вот, я назад прибежал. Встреча сама первая гарантирована независимо от твоего желания Гридзи Пейн. Да я чувствую, она от уровня зависит. И мы уже видели гонщих адских. Это предвестники, по сути, всего этого трэша. Доброго денечка. Куда еще можно забежать? Вот тут точно всякое, знаете ли. Железный меч, стальной меч, стальной кинжал. А что-нибудь покруче есть? Не завезли, что ли? Давайте посмотрим, можем ли что-нибудь улучшить. У нас же, ага, мы же не можем ничего улучшить, кроме стального кинжала. Но стальной кинжал мы обязательно улучшим. Что полезно будет. Ну что, Даша, что не так? Ну расскажи, куда подойти. Я просто не понимаю, Делвин, кто из них вообще? Они все такие разные. Вот этот Рин, например. Вот. Бриньольф. Тебе что-то понадобилось? Что у него здесь лежит? Не знаю, слови, правда ли вымысел. Так. У стража армор легкий есть, а арбалет двенерский. Да, нечем заняться. Такой вот я. Делвин Бриньольф. Где они все вообще? Назад. Где-то квест взял только что про цифры. А, про цифры. Да ладно. Сиризли, что ли? Вот, значит, нам сюда. Да. Десмастер, ты любишь Нутеллу? Ты знаешь, в последний раз я что-то про Нутеллу слышал в глубоком-глубоком детстве. Такие дела. Записка. Здесь, что ли? Предпреждение. Деловое предложение. Скоро прибудет большая партия стеклянных стрел. Если захочешь взять часть, я продам тебе их по своей цене. Нужно, чтобы товары расходились, иначе эта стерва может догадаться про наши дела. Если захочешь, стрелы спрятаны в доках на обычном месте. Я загляну к тебе через неделю, пишет Тульдинве. Стеклянные стрелы в доках, в обычном месте. Осталось узнать, что это за обычное место. Предпреждение. Деловин. Тоже мне мастер скрытности. Если еще раз попробуешь подглядывать, как я купаюсь в озере, я тебе отрежу самое дорогое, говорит Векс. Ммм, Векс. За ним подглядывает Деловин. Была бы такая красотка, как ты, представить рядом с собой такого старого дурня, как я. Несомненно. Неужели? Да они тут заигрывают. Как бы мне этому поспособствовать? Опа. Ну ладно, это у нас сперва такая фу-фу-фу, а потом такая ми-ми-ми. Я слушаю. Ну, нам нужно выходить, пожелаю, отсюда. Привет, Дэйфьювер, тебе тоже доброго времени. Привет, Вайпум. Поздравляю коллегу, он это сделал, говорит Лиза. Ха-ха-ха-ха, я сделал это. Обращал записку. Причем, кстати, не одну. Кайраса, Левел и класс. Левел у нас 13-й, по-моему. Вроде бы. Раса, котейка. Да. Вот. И... Класс. Класс. Такой скрытный лучник. Ассасин. Вот. Где там была цепочка-то на стене? Активировать. Советами пока по Дайсмастер. Сперва такая фу-фу, потом такая ми-ми-ми. Что? Это не были советы по пикапу. Это... Ну, это было предположение, что она просто поначалу морозится, а потом вполне себе... Оттает потихонечку. Иди в порт. Хорошо, сейчас посмотрим, где у нас порт находится. Порт-то снаружи находится. Так. Мы сейчас находимся здесь. И в порт выйти, наверное, лучше как раз нам направо... О, налево. Это не приходится. Гильдия воров снова здесь. И они держат рифт им твердый рот. Так, точно. Это ты правильно подметила. Запели вместо драконов... А, запели вместо драконов пони, а вместо пауков медведей. Ммм... Не, ну пони... Это, конечно, прикольно, но мод кривой. Очень. Что тебе нужно? Кошатина. Кошатина? Эй, а тебя пнуть вообще? Я, между прочим, тебя могу вот... Не знаю. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего... Зарыжу. Ночью вас не зарыжу. Давай тут это... Не быкуй мне. Ладно. Где-то там в порту, говорят, должна быть мадам Органянка, которая дает квест. Это склад, нам сюда не нужно пока что. Она шарится по порту, вроде она сама к тебе обратится. Ну, давайте побегаем здесь, посмотрим, что у нас есть в порту. Медоварня Черный Вереск. На медоварню, наверное, как-нибудь потом заглянем, сейчас это тоже не особо нужно. Кто-то там подметает. Кто у нас здесь? Извини, но боюсь, я сейчас ничем особо не могу помочь. Я в трауре. А что случилось? Почему ты в трауре? Сестра Лилия покинула нас. Она была девой битвы у братьев Бури. Недавно нам сообщили, что она погибла. Мне... Мне тяжело об этом говорить. Возможно, тебе стоит расспросить моих родителей. Вообще-то хорошо, что у меня столько дел на медоварне Черный Вереск. Нет времени печалиться. Расскажи лучше о своих родителях. Мой отец в юности был братом Бури. А потом умер. Мать жрица Талоса. Она заботится о святилище и наставляет прихожан. А у тебя что, на сегодня отношения с ними? Я не могу думать, что для меня политические воззрения важнее семейных отношений. Просто мне кажется, что со смертью сестры они стали иначе относиться к Ульфри... Я не уверен, что цели Ульфрика столь благородны, как они считают. Я хотел бы, чтобы эти мои слова остались между нами. Вообще, я... Меньше всего я хочу, чтобы мои родители лишились и второго ребенка. Так как это все связано с медоварней? Вообще-то да. Мы партнеры с Мавин Черный Вереск. Это я вложил средства в раскрутку ее дела, когда ей понадобились деньги. И пока что дела идут поразительно успешно. Меня даже удивляет, насколько ловко она совсем управляется. Может, мое имя и не значится на вывеске, но в каждой капле этого меда мои кровь, пот и слезы. Э, в переносном смысле, конечно. Ясно. То есть никаких квестов ты не даешь. Приятно, что я с тобой поговорить. Да, и мне тоже. А вот ты, кстати, в джито. Или я потеряю работу в рыбном порту Рифтона. Да? Мне очень нужна твоя помощь. Не хочу лишиться работы в рыбном порту. Что же мне делать? А тебе нравится работать в Рифтонском рыбном порту? Любишь рыбку? Болли, человек хороший. Он нам платит и присматривает, чтобы нас не трогали. Раньше я работала на медоварне Черный Вереск. Но мы не поладили сундарином. У этого эльфа никакого терпения. Впрочем, оно и к лучшему. С рыбой я управляюсь куда лучше, чем мед варю. Ты можешь потерять работу же, говоришь, да? Я вот потеряю работу в рыбном порту Рифтона. Болли сказал, что выгонит меня, если я еще хоть раз в таком состоянии на работу приду. Я же не специально. Просто ничего с собой поделать не могу. Год назад попробовала скуму. И все. Не остановиться. Если ты достанешь мне исцеляющее зелье, я очищу свой организм от отравы. Вызеваетесь. Это я-то? Вор, убийца, наркоторговец должен тебе дать противоядие? А что, у меня есть оно? Я могу сказать, вот, пожалуйста. А сколько она даст? Давайте попробуем. Я не забуду твоей доброты. Эээ, не забуду, карман не положишь. Возьми это. Это все, что я могу дать тебе взамен. Ну и что же это? А, слабое зелье лечение. Что? Что? Слабое зелье лечение. Оно лечит от скумы. Да и вы что, издеваетесь просто надо мной? Я вот помню в Флауте втором, скажем, сядешь на джет плотненько. Там вообще с него не соскочишь. А здесь слабое зелье лечение. Это то же самое, чтобы стимпаком лечилось бы в зависимости от джета. Вчера, кстати, триммайкеры смотрел, так что актуальная тема. Стреляющие зелья опохмел. Да, что-то вообще невероятное. Спроси пос... Ага, сейчас спрошу. Догнать ее нужно только. Эй, стража тут под ногами путается везде. Спасибо. Теперь мне гораздо лучше. А где ты берешь скуму? Слушай, наверное, мне лучше не рассказывать. Они же меня убить могут. Да ладно. Думаю, ты мне кое-чем обязан. Это не стоит того, чтобы умирать. Что, серьезно? А кто говорит, что я тебя не убью? Ладно, ладно. Я расскажу. Я беру скуму у Сартиса Идрена. У него есть тайник на складе в Рифтене. Внутрь, правда, не пробраться. Они все накрепко запирают с самого начала войны. У кого есть ключ от склада? Я слышала, как Болли говорил, что ключ от склада есть только у Ярла. Обычно, когда я встречаюсь там с Сартисом, он ждет меня снаружи вместе с телохранителем. Ага. Так, значит, выполнено. Выявить торговца скумой в Рифтене, доложить Ярлу Рифтена о Сартисе Идрене. А может быть, лучше мне на него надавить из кумы получить? Что же делать сам? Если бы не с ума, я давно бы сбежала из этого ужасного города. Все мое золото, ни монеты не осталось. Эээ, хватит на жалость давить. Хотя, полагаю, кружка другая меда не повредит. Ну вот. Ладно, понятно. Благодарю тебя за доброту. Так, чат читай же прочитал. Майкер плотно на джете сидит, но он три стрима сидел плотно очень на джете. И в результате все закончилось тем, что... Он еле-еле нашел противоядие. Там долго плутал, искал эти квесты, кто, собственно, их дает. Кучу народу по пути перебивал, но вот такие дела. Было довольно весело, учитывая то, что человек играет в Fallout с ним незнакомый, по сути. Это довольно забавно, потому что там фейл на фейле. Медом будешь ее кормить. Да ничем ее кормить не буду. А, да, там нужно еще кого-то найти же было, да? Там какой-то квест в порту должна давать еще какая-то органянка. Такое впечатление, что все органянки, они в портах сидят. Кто помнит локацию Красноводные Источники? Был там кто? Что за источники? Да-да-да, двигай отсюда. За подаянием обратись к моему мужу. Если просто хочешь поболтать, Болли где-то здесь собирается скармливать беднякам эти свои бредни Парамару. А ты, конечно, не такая... А вообще говоря, может, это я, Девакин? Только я этого еще не знаю. Это кто говорит? Это вот ты вот, что ли, говоришь? Это ты за Девакин? Да конечно! Кто же еще? Кто же кроме тебя? Кувалда. Забавный имечка. Так, давайте я либо отсюда сделаю ноги, либо вы мне подскажете, где искать это в портах, локтях и красных рубахах. Чего-чего? Портовые органианские шлюхи? Ну да, вот где эту портовую органианскую шлюху искать? Там подпольный скумомбар. Так. Скорее всего, именно он Девакин, а не какой-то кошак приплодный. Ну, правильный фиксер, на самом деле. Вот кто бы мог сказать, что какой-то кошак вшивый является драконорожденным. Рыбка плещется. Нам отсюда никуда не пройти, поэтому все, я валю отсюда. Стражник обидел Дайса. Да. Я запомню его и, возможно, приду когда-нибудь ночью по его душеньку. Мне вот интересно, что делать? А не, не интересно. Так что, если есть какой-то квест, который позволяет кузнечку более быстро учить, то это будет потом. А пока, смотрим, что нам еще осталось в этом городе. Подбросить компромат, гранат в розыске в дом Валендора. Давайте пойдем. Подбросим. Я, кстати, не против. Хорошая идея. Чего бы не подбросить хорошим человеку хорошего компромата. Так. Я в противоположную сторону иду. Окей. Давайте спасать мир, иди ловил рыбу. Правильно. Ммм, вкусная рыбка. Кошечки, они любят рыбку. Дай-ка угадай. Кто-то украл твой сладкий рулет. Нет, никто не крал. Где же? Вот. Снизу, снизу. Видите что? Так, нужно спуститься. А спуск у нас где? Где спуск-то вообще? А, вот он. Все, нашел. Метку смерти ему в карман. Че? Потом будешь бегать и искать его, дабы отомстить. Эм. Окей. Самый первый человек, который тебя обидел, была та баба Легата. Она тебя кошарой вызывала, говорит, Мендоса. Ой, сколько здесь вообще разных. Которые готовы обидеть. Че нас все видят. Нас заметили. Не надо нас замечать. Нас тут нету. Спрячемся за ящиком. Поближе к двери. Как бы вот погасить этот факел, потому что он явно меня палит. Если там кто-то ходит, видит, как сидит какой-то кошак и отмычками орудует. Опа, нас не видят. Надо пользоваться монументом. Открываем и... Тишина. Осторожненько пробираемся. Самое главное, чтобы нас не заметили. Посмотрим по сторонам. Вот, кстати, тот рулетик, который, говорят, у нас украли. Надо его выкрасть назад. Торгнянка, но еще может сидеть в коттеджу Хильге. Окей. А тут никого нету. Ага, вот этот поворот. Так. Гранат в розыске. Подбрасываем. Смотрим у дочки. Только книжечку посмотрим. О скоричных кинжалах. Наверное, наручку увеличит. Нет. О скоричных кинжалах. История Рифтона. И здесь рассказывается, что расположенный на восточных берегах озера Хонрия Крифтон напоминает нам о ушедшей эпохе. Величительные в свое время улицы и здания канули в небытие, и у нас в миле пришло скопление деревянных построек и грубых каменных сооружений, неизменно окутанных, похожих на туман дымкой. Чтобы понять, как от столь крупного города осталась лишь прославленная крепость, не нужно нам долго ходить за ответами. Достаточно лишь обратиться к историческим книгам. Нет, это скучно. Я не буду это читать. Рулетик нам нужен? Наверное, но у меня уже есть такой. Забьем. Поехали дальше. Сколько будет с Рим еще идти? Ну, откуда я знаю? Зачем такие сложные вопросы задаете? Я просто хочу. Пыщ-пыщ-пыщ. Ми-ми-ми. Поэтому мы будем бегать и заниматься всякой разной ерундой. Так, куда нам там нужно было? Нужно вернуться, по идее, и сдать задание. А потом можно сваливать отсюда. Так, это в Скайрим. А это найти меч Красного Орла. Почему только в одну сторону? Ну, ладно. На самом деле мы знаем, что там, в общем-то, это не связано никак. Быстренько пробегаем к кладбищу ночью. Ночью на кладбище. Как это романтично. Ты про это? Про что? Так. Не важно. Что тебе нужно? Да, сам не знаю. О. Нет, помидор. Мне бы казалось, зелье какое-то боковым зрением. Бежим в переход. Привет, Дайс, говорит Бэбл. Привет тебе. Воруй, убивай, играй в караваны. Обязательно. У меня, кстати, есть, знаете, где у нас проблемы с выживаемостью. И нужно, во-первых, взять напарницу. Я думаю, все-таки за Лидией мы вернемся. Хотя бы лучше какого-нибудь кошака Каджи взял. Он очень такой тематичный был бы. Да, насчет твоей подставы все сделано в лучшем виде. Да, конечно. 150, не спускай за раз. Да ты просто шутишь. Какие еще задания есть? Если тебе это не подходит, иди к Делвину. Злом, подстава, уборка, кража. Давайте теперь уборку посмотрим, что такое. Мой быстрый способ разбогатеть в Скайриме. Обчистить какой-нибудь богатый особняк. Да. Если тебе интересно, что скажешь? Скажу, что интересно, я в деле. Да в деле, в деле. Хорошо, возьми это и выметайся. Нет, спасибо. Так, и что нужно сделать? Совершите ограбление и вынести все ценные. Дом, дом Изольди в городе Вайтран. Ну, вот как в Вайтран придем, так обязательно там заглянем. А это не сюда? Так, куда нам? А, нам сюда вот. Борку не бери, задолбаешься, говорит Лис. Попробуем. Надень амулет Мара из Альфу и Вексона, няшный, говорит Фиксер. А что, можно? Если можно, то почему бы и нет? Ну, я уже взял уборку, так что забейте. В Риверу здесь хороший мерк лучник. Не, ну зачем нам лучник, когда я сам уже являюсь лучником? Нам нужно кто-то танковать. Опять здесь последовательница фалоса здесь стоят. И чё, суделвины, не бери, тем более. Такая моролка, говорит Лис. Да ладно, чё, серьёзно что ли? Всё так плохо. Чё вы не переживаете? Всё нормально. Ну да, есть такой культ фалоса здесь. Говорят, он когда-то был человеком, а потом вознёсся. Ну, в общем... Прохладная история, скажу я. Ты должен быть рад, что тебе деньгами платят. Могут подсовывать стрёмные предметы с бесполезными зачарованиями. Эти скаримцы, они такие, говорит Миндоса. Не знаю. Они эдакие. Теперь смотрим, куда мы пойдём дальше. Куда надо держать путь. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу пробежаться. И перед этим нам нужно в журнале очистить всё от лишних вещей. Так, уборка. Потом. Заглянуть под каждый камень. Не будем пока отслеживать. Это тоже... Это... Отправил меня в Слитюд. Может быть, заглянем в Слитюд, потому что там есть магазинчики неплохие. И можно пришопиться. Вы же любите шоппинг. Сорпинг с Литюдзем. Вот это вот мы будем выполнять квесты в ближайшее время. Это тоже срочно нужно сделать. Насчёт Талморского плена это так. Может быть, стоит. Может, не стоит. Потому что там, говорят, очень опасно. Я помню сам, когда играл даже не на мастерской сложности, там очень тяжело. Время лишений. Да, заглянем когда-нибудь. Пусть Голос и Стражи Рассвета немножко подождут. Так, меч Королевы Фреддис. Потом. Красный Орёл потом. Хотя Красный Орёл на самом деле неплохой квест. Главаря Разбойников точно не будем искать. И ещё одного главаря тоже не будем искать. Всё. Вот. Вот такие у нас квесты будут выполняться. А пока мы пройдёмся, наверное, по вот этой вот горной гряди. Здесь вот справа подойдём к горам и пойдём искать пещеры какие-нибудь. Потому что где-то в одной из этих пещер, говорят, есть интересные книжки, которые могут нам понадобиться. А вот тут нужно поговорить с Фастритом в Айверстеде. Может, и туда тоже заглянем. Неплохо танкует Катик из одного каравана, говорит Нерлук. Но вот только не всегда его дается поймать. Вообще, самый идентичный будет компаньон. Да, я хочу его найти. Это Каджо. Он очень классный. И единственная проблема, что его действительно трудно найти. Караван Катик путешествует. Он постоянно находится в пути. И его нельзя застать на каком-то одном месте. Мы не знаем, где он будет в следующий раз. Ночь, туман. Ёлочки. Лепота. Так, мы куда тут идём? Мы сейчас спустимся, наверное, на дорогу. Изерга, говорит, я на мастере. Сейчас только на трясатом левеле. А Бэкстеб вырезал тюрьму, где Серогривы выдержат. Ух, да. Наверное, точно соваться не стоит. Каджо и Джазарга возьмем в пати, Гритеки. Джазарга это... Откуда он? Я не помню. А-а-а-а, Джазарга. Морозный паук, понятно всё. Так, нам нужно, знаете, что сделать? В фейворец опять добавить вот этот тут кинжал стальной. Здесь кинжал Александры. Он... Не знаю, что из себя представляет. Это, видимо, квестовое что-то. В фейворецах есть. Так, ну да, он тут вот у нас. Добавляем в группу. Пауки нагибают. Всё, захлебнулся, отъядан наш котик и умер. Я считал, что можно взять напарника из злобного шута, говорит Фиксера, который возит поскорим угроб с богиней. Насчёт того, что можно ли взять напарник его, я не знаю. Над теми вообще какой-то глаз выколи на самом деле. Пучок-то опасный оказывается. Будем обходить стороной. Пойдём по дорожке. Хруст говорит привет снова. Я чуть-чуть не опоздал. Да, привет тебе. Лисички бегают. Ну ладно, пусть бегают. Они безопасные. Они не убьют так же, как паук. Эх, паукан, паукан, почади нас. Ну зато паучку обед, говорит Флайп. Да, кошатинка. Ну там бегают какие-то волочки, а они более безобидные. И нам, кстати говоря, придётся ещё раз этот кинжал добавить в группу сюда. Засынемся. Хоть один доверический квест сделай. Тебе ещё не приходила листовка от музея. Какая-то листовка, может, и приходила. Это Даунстар, если имеется в виду, то вроде да. Может, конечно, в другой жизни она приходила. Понятно. А ещё дракон, ну за что? За что? Стража! Стража! Пауканы нагибают. По дороге, значит, летним днём. На-та-на-на-на-на-на. Как-то мокренькая кисонька и паукан, в общем. Всё ясно. Стражник Рифтона вступается за нас. Где он? Он там с одним пауканом дерётся. Дерись со вторым, будь мужиком. Ни хрена не видно из-за этого грёбаного заклинания. О, первого убил. Так. Возьмём всё, что у нас здесь есть. Второго убили. Молодцы! Ещё кто-то есть. Я вижу, там бегают. Мимо. Сколько играл. Никогда такой сложности с пауканами не было, говорит, вайп. На мастере играл. Видишь, я его почти не пробиваю. А он супа захотел. Ну, укусил. А потом нас укусит паук. Ещё уклоняется от стрел. Какой хитрец. Стража! Фух. Игру за тебя тоже стражник будет проходить, говорит, дебаф. Ну, не зря же стражник говорил, что, возможно, он и есть давакин. На самом деле это так. Стражник является давакином. И он пройдёт игру. Уничтожит драконов. А мы будем стоять и смотреть на это. Хе-хе-хе-хе. Хватит по нему фугасами стрелять. Бронебойный заряжай, говорит, Мендос. Да, кстати, возможно, в этом-то и вся проблема. Засеемся. Такой стич-сейф обязательно нужен. Кто у нас там ходит? И где главное? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Спускается, видите? Блин. Куда ты, паучок? Стой. Морозный паукан, стоять. Ну, ладно. Он нас игнорит. Мы его тоже проигнорим. И пойдём, наверное, горными тропами. Это Надежда Скорима. Наргонорожденный бегает от пауков. Да, на что ты хотел? Все когда-то были молодыми. И не очень-то способными. Вот так же, собственно, у нас был котейка к самому начале. Очень-очень грустно. Качаюсь стелс, они так гнуть будут. Будешь критизм виза выдавать? Будет отлично грязи туф. Конечно, буду. Я ж классный. Это кто у нас такие? Вообще, где я? Привет, собачка. Привет, хозяйка. А что-то на продаже есть. О, кузи, шкуры. Шкуры медведя. 134. Очень круто. Просто... Зафигеть. О, и денег нет у неё. Ничего нету. Собачка, а ты, может, что-то расскажешь? Гав-гав, говорит она. Гав-гав. Ну ладно, собачка, бывай. Где ещё часто стримеры читают, кроме как на ГГМ? На СК2ТВ и на Кибергейме. Ну, на Кибергейме что-то не особо активность, а вот на СК2ТВ больше всего. Понятно. Все от меня убегают. Что это за флаут с луками, кролик? Это Скайрим. Это флаут фэнтезийный такой. Бехезды вечно делает на одном движке игры разных жанров. Что они творят? Какую-нибудь пещерку мы видим. Вроде впереди какая-то пещерка есть. А я вижу, что там на комплексе появилось что-то. А сколько у нас маркеров-то? Я много раз замечал, что ты хочешь иметь возможность тушить источник света. Так, есть такой мод. Сниктул, говорит, Нерлук. Спасибо. Главное мне запомнить про него, а то я потом опять забуду. Так, стоит пора спускаться уже, пожалуй. Потом нас забрали куда-то прямо в самый верх, начинаем подниматься. Конечно, через горы не переведем в соседнюю провинцию. А жаль. И вот мокренькая кисонька. Дождь. Снег. Холод. Бедняжка. Ему очень плохо здесь. Намного, он говорит, раньше ты всех читал, теперь не успеваешь. Черт, в активность. О, гроза. Надо срочно к пещере бежать. Давайте высохнем. Там жил и рудный, говорит, фиксер. Отлично. По горам можно бегать по хлищей акробата. Лошадь лучше всего бегает по горам. Вот кто умеет по горам скакать. Горная лошадь. Пещера Тальвальда. Вот она. Сохранимся, конечно, потому что в пещерах часто бывает всякая ерунда. Открою тему в ВК. Будем скидывать ссылки на разные моды. А давайте прямо сейчас и сделаем это. Прямо сделаю темку. И чтобы не забыть, там уж если что, пишите. Продолжение следует. Продолжение следует...